Аллилуйя Аллилуйя Великий Всемогущий Господь славы Преклоняемся пред Тому Господь превыше всех На небе и земле Наш Бог превыше всех Банков Господь превыше всех Господь превыше всех На небе и земле Господь превыше всех Банков Мы превозносим Тебя Превозносим Банков Превозносим Банков Превозносим Банков 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 Наш Бог превыше всех на небе и земле. Господь превыше всех на небе и земле. Господь превыше всех на небе и земле. О Господь превыше всех на небе и земле. Господь превыше всех на небе и земле. Господь превыше всех на небе и земле. Мы поклоняемся Тебе еще раз и хотим просить, чтобы помазание Твоего Святого Духа наполнило каждого из нас. Драгоценный Дух Святой, мы просим Тебя, кого нужно утешить, утешь, кого нужно исцелить, исцели, кого нужно ободрить, ободри во имя Иисуса Христа. Народ Твой взывает к Тебе, превосносит Твое имя, потому что Ты царь царей и Господь всех господствующий. Ты Бог Богом, Ты сотворил небо и землю, сотворил всю вселенную. Мы поклоняемся Тебе и говорим, мы превосносим Тебя. Прога еще раз и твой, превосносим О Казмор, превосносим, превосносим, превосносим. Превозноси, о Господь. Превозноси, превозноси, превозноси. О Господь. О Бога, которому мы с вами поклоняемся. Ради которого мы приходим каждое воскресное утро. Присаживайтесь. Спасибо, дорогие. Спасибо, друзья, молодежь. Подарите особенные аплодисменты нашим поклонникам. Благодарим, благодарим, благодарим. Доброе утро, церковь и все, кто смотрит нас в прямом эфире. Я надеюсь, что сегодня такое многогранное служение. Вы еще не устали для того, чтобы воспринимать то слово, которое Бог желает сегодня нам сказать. Амин? Вы знаете, великое счастье быть здесь, в церкви. И не только счастье, а принадлежать, как уже сегодня говорил Людвиг, быть в Доме Божьем. Знаете, потому что, я понимаю, хорошо сегодня свидетельство было, что я и дом мой будем служить Господу. Все начинается с дома. Но вот когда народ собирается вместе, вот здесь как раз демонстративно Бог являет милость своим детям. Демонстративно. Это была демонстрация одна. Пожертвование – это была демонстрация еще одна. И Слово Божие – это еще одна демонстрация. Потому что Бог желает что-то сказать. И мы должны быть особенно внимательны к слышанию, чтобы не отпасть. Сегодня уже об этом говорилось. И знаете, зачем? Для того, чтобы все-таки уразуметь сегодня, а что же Бог, заботясь о нас, заботясь о наших семьях, окружая нас, Писание говорит, Он дал нам все необходимое для жизни и благочестия. У нас есть все. И скажите, что сегодня у нас нет этого. Это будет неправда. Потому что Писание говорит, с Ним Он дарует нам все. Амин? Вы как-то реагируете? Потому что если мы говорим амин, то это истина так. И когда мы говорим амин, то у нас не остается уже шагу назад. Понимаете, дьявол пытается, чтобы мы сомневались. Но я хочу немножко сжать время и хочу сконцентрировать на том слове, которое Бог положил сегодня в мое сердце, чтобы я его передал вам. Знаете, Бог желает, чтобы мы наконец поняли здесь, видя всю эту заботу, что же Он хочет от нас взамен. Что Он хочет от нас слышать, что Он хочет видеть, когда Его очи обозревают всю землю. И что же Он хочет, чтобы мы исполняли в каждодневном своем хождении. Вот где фишка. Знаете, я вам хочу сказать, это чудо нашей церкви. Это изюминка, потому что только в новом поколении говорят об откровении четырех рек. Амин. И смотрите, мы начинаем с семейной реки. Все правильно. Первое. Я и дом мой будем служить Господу. С этого все начинается. Потому что нам нужна молодежь. Потому что мы должны вкладывать в новое поколение, которое пойдет за нами и возьмет этот факел веры, возьмет этот флаг, возьмет эти транспаранты и пойдет дальше. Пока Иисус не придет на эту землю. Дальше мы говорим о финансах. Потому что без финансов, действительно, без этих тонн золота и серебра. Я сегодня, когда люди их говорил, я говорю, может быть латы надо взвешивать. И сдавать их тоннами. Тогда быстрее все пойдет в нашем ремонте. Третья река это исцеление. Естественно, что Бог не хочет, чтобы народ его болел, чтобы народ его страдал. И поэтому Иисус всегда приходил и всегда больные люди ломали ему проповедь. Он приходил, почему? Потому что он сжалился и вынужден был исцелять всех. Вот здесь, как говорит мой друг, место аплодисментам. Подарите Богу великую славу. Аллелуя. Сбодримся немножко сегодня, потому что Бог достойный этой славы. И естественно, четвертая река это евангелизм. И сегодня как бы у нас получается немножко, знаете, бывает две реки сливаются в одно русло. Сегодня молодежь славила Бога. Сегодня молодежь показывала то, что она желает поклоняться Ему. И я думаю, что сегодня есть смысл поговорить о том, что же мы должны делать в первую очередь. Вы знаете, Иисус Христос после воскресения, уже мы коснемся нового завета. Он призвал учеников и дал им первую заповедь. Марка 16 глава, если помните. 15-16 стих говорит, я думаю, что ученики были тогда еще в довольно таки молодом возрасте. Они ходили за Иисусом, они пережили весь этот стресс. Они уже его, уже обрадовались, когда видят его воскресшим. Но они еще думали, что он воскресший будет жить с ними. Но он им сказал, и сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. И кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Сегодня скажите, не этот ли месседж нужен нашей молодежи? Не этот ли месседж нужен нам? И не этот ли месседж нужен всем, кто уже утвердился и укоренился в вере? Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Знаете, я сегодня хотел коснуться. Евангелие это добрая весть. И все знают. И хорошо, когда люди принимают истину. Когда они питаются этой истиной. И знаете, я вспоминаю апостол Иоанн, когда пишет в третьем послании. Он говорит, для меня нет большей радости, чем что? Алло, вы со мной? Да. Что слышать, что дети мои ходят в истине. Вы знаете, он понимал, как здравый человек, что увидеть своих детей, которые рассеяны по всему миру, невозможно. Но важно слышать, что они ходят в истине. И если твои и мои дети будут ходить в истине, то я буду радоваться. Ты будешь радоваться. Мы не проследим пути наших детей. Мы должны заложить в их дух слово Божие или Евангелие, которое есть добрая весть. И вот, когда они будут жить по Евангелию. Вы знаете, я вспоминаю, кто-то сказал золотые слова. Если истина становится относительной, то она вообще прекращает свое существование. Истина должна быть конкретной. Я думаю, для Бога, для Духа Святого, для Иисуса Христа, который сегодня там у престола, который сделал все для нас, гораздо радостнее видеть и слышать и знать, что дети Божьи, включая молодежь, весь возраст, до тех пор, пока мы дышим, мы все должны поступать конкретно по истине. Жить по истине и вкладывать эту истину, тем более в наших детей. Я вспоминаю, что говорят там о мусульманах. Я читал где-то историю, что еврейские дети в пятилетнем возрасте уже все знали Тору наизусть. Нормально, да? В пятилетнем возрасте они уже были пропитаны законом Моисея. Но мы сегодня говорим о том, что Иисус сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Смотрите, это конкретное повеление касается нас, касается наших домов, касается наших детей и касается нашей жизни. И Иисус после воскресения, когда Он эту заповедь провозгласил, Знаете, я думаю, что ученики уже были маломальски подготовлены, но еще не до конца. И Иисус дальше говорил в другом месте, Он говорил, Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Знаете, и естественно, прежде чем научить, они должны были что-то знать. То есть, прежде чем идти и проповедовать Евангелие, не лучше ли узнать, что такое Евангелие? Посмотреть в суть Евангелия, изучить свойства Евангелия, для того, чтобы все-таки передать это Евангелие правильно. Амин? Почему? Знаете, люди сегодня, я уже говорил в среду, люди сегодня, мир наполнен страхом, и люди сегодня, знаете, как в 2000-й год они боялись встречать, они сегодня боятся встречать 2012-й год, они боятся конца света. Но давайте прочтем с вами одно место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Матфея. Иисус говорит, сейчас я вам скажу, это записано, Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. Иисус говорит, и проповедано будет сие Евангелие царствие во всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда, что придет конец. Амин? Послушайте, люди ожидают конца света, но конец света не наступит до тех пор, пока Евангелие не будет проповедано во всей вселенной и всем народам. И представляете, что этот народ, эта вселенная все еще ждет нашей проповеди. И мы не знаем, на ком из нас закончится эта проповедь. На мне, на вас или на наших детях. Поэтому основная задача, где бы ты ни был, где бы ты ни жил, то есть проповедовать Евангелие во свидетельство, там написано, всем народам, и тогда придет конец цивилизации. Если вы скажете, возможно ли это увидеть? Возможно увидеть, что сегодня еще мусульманский мир не евангелизирован. Что сегодня еще есть племена в Африке, которые поклоняются совсем другим богам, и которые ничего не слышали. Но Иисус говорит, проповедано будет Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И я, сокращая, хочу сказать, что, смотрите, если мы хотим проповедовать правильно и научить наших детей с самого юного возраста проповедовать Евангелие, то мы должны донести или разобраться, в чем же суть и сила Евангелия. И знаете, я так коротко скажу, что сегодня как-то Бог положил мне на сердце назвать эту проповедь «Евангелие в Кубе». Интересно, да? Или «Объемное Евангелие». Что-то тишина такая. Вы думаете, я сам себе придумал? Нет. Знаете, почему? Потому что у Евангелия есть объем. Если вы откроете сегодня, знаете, поисковую страницу в интернете и нажмете слово «Куб», куб, вы знаете, то вы сразу получите значение. Куб. И там четко вам высветится. Куб – это правильный многогранник, имеющий шесть граней, каждая грань которого представляет собой квадрат. Что интересно, они там пишут, что в форме куба кристаллизуется поваренная соль. Послушайте, Евангелие – это многогранник. Евангелие – это соль. И у Евангелия есть грани. И, знаете, наша задача – быть наполненной этой солью. Если Иисус сказал, если соль потеряет свою силу, то выбрасывают ее. Но, знаете, в чем суть Евангелия? В том, что в Евангелии есть сила. Вот здесь место аплодисментам. И это Евангелие никогда не потеряет силу. Потому что оно пропитано Духом Святым. Оно пропитано Духом Святым. И Писание говорит, что в те последние дни Слово Божье вместе с церковью возьмется, и люди будут листать эту книгу, но силы и слов там уже не будет. И молодые девушки, юноши будут ходить от моря до моря, ища Евангелие. То, что они не хотели слышать сегодня, они будут искать, написано, как приговор, и не найдут его. Почему я, как евангелист, это мое призвание, я сегодня знаю, что именно мою жизнь, да я думаю, жизнь каждого христианина, Бог рассматривает, потому проповедуем ли мы Евангелие. Сколько людей из наших уст услышали Евангелие. Сколько людей из наших уст приняли силу Евангелие. Поэтому это очень важно. И я думаю, что сегодня есть смысл посмотреть на грани Евангелия. Знаете, Евангелие имеет свой объем. И я хотел бы, чтобы мы прочитали базовое место Священного Писания, чтобы вы не подумали, что об этом не написано. Об этом написано, и мы сегодня должны это узнать. Амин? Потому что, зная это, познавая вот эту конкретную истину, мы будем знать, как чувствовать себя за стенами этого дома. Потому что мы все живем основное время, мы живем либо у себя дома, либо в этом мире. И в церковь посещаем два раза в неделю, если библейская школа, то лучше целую неделю. А Давид говорит, блаженны, живущие в доме твоем. Вот представляете, это действительно блаженство, жить в доме Божьем. Но Писание говорит о том, что иногда нужно выходить за стан, выходить за стан, чтобы нести эту добрую весть. Потому что из-за того, что мы здесь сидим, многие еще должны прийти сюда. И здесь места не должно быть вообще. Это наша задача, это наша перспектива. Посмотрите, давайте откроем Ефесянам, Ефесянам 3 глава. Это очень важно. Это очень важно. Вы знаете, когда я вдруг однажды Бог мне показал, я сказал, Господь, казалось бы, с детства я верю, с детства я слышал Слово Божие, но как мало я еще знаю. Смотрите, Ефесянам 3 глава, сокращаем и читаем. С 14 стиха. Апостол Павел пишет это не миру, апостол Павел пишет это к Ефесской церкви, то есть к братьям и сестрам. Послушайте, он говорит, для того, преклоняю колено Мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется все Отечество на небесах и на земле, да даст вам, кому вам? Он говорит, церкви. Он говорит, братьям и сестрам, он не разделяет вам проповедники, вам евангелисты, вам пастыра, вам учителя, он говорит, всей церкви, послушайте, конкретное послание, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. 17 стих. Верою вселиться Христу в сердца ваши. 18 стих. Чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта, долгота и глубина и высота. И уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божией. Представляете, для того, чтобы исполниться, вот укорененные уже в любви, уже насажденные в доме Божьем, уже так хорошо, я и думаю, и служим Богу, а что же нужно делать? Чтобы вы, говорит, познали. Без этого познания, без этого познания вы не уразумеете, оказывается, превосходящее разумение любовь Божью. Это не я сказал, это Павел написал. И он говорит, чтобы вы познавали со всеми святыми, что есть широта, долгота, высота, глубина. Что такое объем? В математике умножьте длину на ширину, на высоту получите, что объем. Оказывается, мы должны познать объем. Бог, апостол Павел говорит, послушайте, не останавливайтесь на том, что вы познали Иисуса, что вы его приняли, вы не останавливайтесь на этом. Вы должны, там написано, если мы должны, то это осуществимо. Уразуметь превосходящее. Сегодня, если посмотреть на словосочетание, можно просто думать долго над этой фразой. Уразуметь превосходящее разумение, что? Любовь к Христову. А как ее уразуметь, если она выше моего разумения вообще? Оказывается, можно, потому что, но постепенно надо знать, что такое широта, что такое долгота, что такое высота и что такое глубина. А потом это надо все умножить. И после этого, после этого мы только сможем исполниться всей полнотой Божьей. Получаешь ли ты что-то? Я понимаю, немножко думать надо, думать надо, включать мозги. Причем тут математика кто-то скажет. Но это же не я придумал. Если ты хочешь быть успешным бизнесменом, Дима, что надо? Учиться. Если ты хочешь быть успешным кем? Пастором. Нужно учиться. Если ты хочешь быть успешным, я не знаю, министром, политиком, нужно что? Учиться. И ты приходишь, тебе начинают учить СОЗО. Тебе не говорят, вот объем знаний, вот объем знаний. Вот, пожалуйста, моментально изучи этот объем. Ты начинаешь постепенно. Поэтому апостол Павел говорит, что у Евангелия есть ширина, есть долгота, есть высота и есть глубина. Четыре даже истины. И я думаю, что вот мы должны все-таки определить, что такое ширина Евангелия, что такое его долгота и что его высота и что глубина. И это несложно. Об этом написано в Писании. Потому что, знаете, мы с этим столкнемся в своей жизни рано или поздно, и нам надо будет проповедовать Евангелие. Ты скажешь, я не проповедник, но я хочу тебя разочаровать. Ты должен и будешь проповедовать Евангелие. Потому что, я вспоминаю слова Рейнхарда Бонке, это известный немецкий евангелист, он сказал, непроповедуемое Евангелие это не Евангелие вообще. Понимаете? Если оно где-то на полке, если оно написано, это не Евангелие. Евангелие должно быть проповедано. А для того, чтобы его проповедовать, давайте посмотрим, что же такое ширина Евангелия. Первое. Что такое ширина? Что такое, второе, что такое долгота? Что такое высота? И что такое глубина? Давайте откроем Евангелие от Иоанна. Первая глава, Евангелие от Иоанна. И мы быстро посмотрим, ведь это говорит апостол Иоанн, и Он четко говорит здесь. Мы знаем это место, но Он здесь показывает, с чего начинается полнота Евангелия, с чего начинается объем Евангелия. Смотрите, Иоанн 11 стих 1 главы, «И пришел к своим, и свои не приняли его». Представляете, Иисус пришел к своим евреям, в свой народ, они отвергли и не приняли его. А тем, дальше пишется, ко всем нам, и тем, кто будет после нас, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами божьими. Аллалюя. С чего начинается Евангелие, скажите мне? Оно начинается с принятия. Скажи сам себе, Евангелие начинается с принятия. Точно. Это вы сказали, а сказал до этого апостол Иоанн. Иоанн свидетельствует, 15 стих о нем, «Восклицая» говорит, послушайте, «Восклицая» говорит, «Сей был тот, о котором сказано, что идущий за мной стал впереди меня, потому что он был прежде меня». И 16 стих очень четко говорит об объеме. И от полноты его мы приняли благодать на благодать. Представляете, полнота Евангелия начинается с принятия. И говорит, смотрите дальше, «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошла через Иисуса Христа». И вы знаете, я понял такое откровение, почему свои не приняли его. Потому что они не смогли справиться с этой полнотой. Они не смогли справиться с этим объемом. И апостол Иоанн говорит, представляете, и мы только от полноты его мы все, те, которые приняли Иисуса Христа и те, которые еще примут Иисуса Христа, мы приняли благодать на благодать. Вот здесь начинается объем. Итак, я хочу сказать, Евангелие ширина Евангелия это Евангелие принятия. Можете себе записать. Вы скажете, а почему так? Да потому что я вчера шел по городу и вижу напротив меня идет мама и двое детишек. И они держатся за руки и они идут вот так шириной идут. Они идут и заняли весь тротуар. Мне пришлось, чтобы с ними не столкнуться, обойти их по дороге. И я понял откровение. Представляете, если бы не было дороги, если бы тротуар был ограничен, я должен был их принять. То есть, или детей на руки взять. То есть, я же не буду сталкиваться, я должен их принять. Представьте, вот мы сейчас сидим, может быть, уже устали от переизбытка информации, но я хочу сказать другое. Если мы возьмемся за руки, сейчас все, одна цепочка, потом эта цепочка станет здесь, и вся церковь выстроится по ширине. И мы двинемся в Ригу. Послушайте, все должны будут принять то, что мы им скажем. А мы им скажем, примите Иисуса Христа, иначе вам конец. Раньше, чем 2012 год. И послушайте, они вынуждены будут это сделать, как бы они этого не хотели. Евангелие ширины. Евангелие ширины. Это чудесно. Знаете, есть много подтверждающих факторов, но я хочу сказать только показать вам, друзья. Знаете, не потому, что вы не знаете Писание, а я здесь такой умный вам рассказываю. Нет. Просто, когда вы сконцентрируетесь это, знаете, вы проснетесь и будете знать, что такое ширина Евангелия. Вы будете знать, что такое ширина Евангелия. И вы другим расскажете, а потом, если вам кто-то скажет, да это, наверное, ваши заморочки сектантские, знаете, как они говорят. Не, 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 не. Это написано в той же Библии, которая лежит в православной, в католической, в протестантской, в лютеранской церкви. И там есть факты. Знаете, первые, именно первые служители, первые, даже Иоанн, который шел перед Иисусом, он проповедовал Евангелие ширины. Давайте посмотрим, 10 глава. Здесь же Евангелие от Иоанна, 10 глава. Это будет быстро. Вы не устали, я так надеюсь. Я хочу вам интересно рассказать, чтобы вы увидели. Смотрите. Иисус вышел на служение, вышел на служение, и произошла катастрофа. Иоанна убили и обезглавили. И знаете, 10 глава, я не буду ее всю читать, повествует о том, что там же хотели убить Иисуса. Они просто хотели его убить, но написано, он прошел сквозь них. Он здесь имел сверхъестественную силу, потому что он знал, что он еще не все исполнил. И 40 стих говорит, и пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн и остался там. Вы знаете, когда я однажды прочитал это место, я вдруг понял апостола Павла, он говорит, это бездна богатства. Я где-то внутренне, внутренне, скажу честно, я провалился в эту глубину, и я вдруг оказался там, и я просто увидел Иисуса в другом свете. Иисус ценил Иоанна и его служение. Представьте, его хотели убить, наверное, он настолько в этот момент понял, как обезглавили Иоанна. Писание говорит о том, что он пришел на то место, где крестил раньше Иоанн и остался там. Он, я не знаю, он молился, думал, вспоминал. И смотрите, и люди, которые слышали его проповедь и его спор с фарисеями и книжниками, написано, 41 стих говорит, и многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. И меня поразил 42 стих, и многие там уверовали в него. Представляете, они уверовали в Иисуса не по тому спору, который был у Иисуса с этими фарисеями. Они пришли на место, где крестил Иоанн, и там вдруг вспомнили, что Иоанн говорил об Иисусе, что он не сделал никакого чуда, и вдруг они вспомнили и протестировали каким-то образом жизнь Иисуса в этом споре, и они сказали, но все, что Иоанн о тебе сказал, была правда. И многие там уверовали в него по слову Иоанна. Вот здесь место аплодисментов. А Иоанн, что стоял и делал Иоанн? Он преподавал Евангелие ширины. Он стоял в реке, река, наверное, так текла, он стоял один в реке, и все сошлись, и все толпились, подошли к берегу в ширину, не в длину. И Он им говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Сделайте то, другое и третье. И представляете, вот это прошло немного времени, даже те, которые в тот момент не покаялись, которые не приняли водного крещения и не поверили тогда Иоанну, уже после его смерти, слово принятия, слово Евангелие ширины сработало, и они поверили в Иисуса Христа. На том месте, где Он проповедовал. Хочу вам сказать, если вы идете вдвоем, втроем, если вы идете и говорите людям о том, что неважно, принимают они вас сегодня или не принимают, слушают вас соседи сегодня или не слушают, я вам хочу сказать, Евангелие ширины сработает. И лучше бы это, чтобы это было до вашей смерти, но знаете, даже если вы уйдете на небеса, ваше слово, которое вы скажете, вам надо покаяться и принять Иисуса личным спасителем, оно сработает. Ваших детях, ваших родственниках и ваших дальних, потому что их тоже призовет Господь. Евангелие длины. Давайте посмотрим. У Евангелия, оказывается, есть длина. И интересно, что же такое Евангелие длины. Давайте посмотрим. Это записано, это вот четкая демонстрация Евангелия. Это записано Евангелие от Иоанна, здесь же. Четвертая глава. Вы вспоминаете самарианскую женщину? Мы не будем читать всю ее историю, но я хотел бы обратить ваше внимание на некоторые вещи, которые произошли с этой женщиной. И почему именно? Почему? Четвертая глава. 28 стих говорит нам так. После этой беседы с Иисусом, что сделала женщина самарианская? 28 стих говорит. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли? Христос. Скажите, она уже не в ширину, она в длину побежала. Она бросила свой водонос и рванула к людям в селение. И сказала, люди добрые, быстрее идите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, он не знал моей жизни. Не он ли Христос? И смотрите, что дальше происходит. И 39 стих говорит. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что она сказала, что он сказал ей все, что она сделала. Аминь. Еще раз внимательно, смотрите. И многие самаряне, вообще, которые были далеки и не сообщались вообще с иудеями. Послушайте, что произошло. Они уверовали в него. Подарите же Богу великую славу. Там написано по свидетельству женщины. Короче, запишите, не буду вас утомлять, Евангелие длины, это Евангелие свидетельства. Аминь. Кто-то хочет возразить? Слово Божье говорит. Если мы смотрим, что когда Иисус прощался с учениками в Деянии апостолов, вот откройте первую главу Деяния апостолов, здесь написано, Иисус четко сказал, «Но вы примете силу», восьмой стих, «когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже куда? До края земли». Я вчера подумал, вечером готовясь к проповеди, что шириной до края земли не найдешь. До края земли только можно длиной. По рельсам, по автодорогам, пешком, на велосипеде. Как хочешь. Но, говорит, «Вы будете мне свидетелями?» Вот как эта женщина. Она побежала в длину и люди покаялись. Послушай, если ты даже ради одной души тебе придется поехать во Владивосток, послушай, это сработает, потому что это Евангелие длины. Это чудо. Знаете, когда мы ездили по тюрьмам в России, я вспоминаю один такой комичный случай, нам приходилось преодолевать огромные расстояния, и однажды мы уже доезжали до Кольского полуострова, до Мурманск. Там дорог нет. Там есть места, где возможно как-то проехать. И мы остановились, не доезжая до Мурманска, мы остановились, была остановка, просто чтобы размяться. Все сидели за рулем, два автобуса. И я помню, и там написано, была стрелка, и было написано Лапландия. Кто-то из русских нам сказал, что это означает край земли. И я помню, как сейчас, когда лидер нашей музыкальной группы Сашуня выскочил с этого автобуса из-за руля, где он вез эти две тонны этой аппаратуры, 12 киловатт, и закричал, Николаевич, мы на велосипеде доехали до края земли. Будете мне свидетелями аж до края земли. Когда этот микроавтобус заехал в первую зону в Мурманске с латвийскими номерами, я вам хочу сказать, нам почти не надо было проповедовать. Потому что эти заключенные говорили, как? Как вы сюда приехали? У нас была движущая сила, Иван или Длины. Подари Богу великую славу. Аллалюя. Хорошо, я буду сокращать. Все-таки, что такое и что такое а, ну, не могу не рассказать, если вы не устали. Я вспоминаю, когда мы росли, Людвиг, наверное, поддержит меня. Нас же никто не учил этому евангелизму, правда? Никто. Никто не пытался даже объяснить, что такое Евангелие, как его проповедовать. Я помню, как отец мне рассказал, ну, мы же уже вырастали, как вот Ганс говорил, дети вырастали, и для нас было непонятно, почему мы должны сидеть в церкви. Мы как-то должны были кому-то проповедовать, о чем-то говорить, почему нас должны были называть сектантами или какими-то, знаете, закрытым каким-то обществом. Это был Советский Союз и так далее. Детям запрещали даже стихотворение рассказывать в церкви. И отец мне однажды рассказал, говорит, ты знаешь, говорит, у нас был молодой человек, он же, наверное, давно уже христианин, и говорит, еще в начале, только там это были после, может быть, вот эти годы первых пятилеток, там, 60-е, конец 60-х годов, начало 70-х, и он все был такой ревностный, как, и рвался проповедовать Евангелие. Ну, а тогда руководили всем старшие братья, то есть, был Синедрион старших братьев, и когда там без этого его не могли отпустить на благовестие, ему говорили, ты еще молодой верующий, ты недавно только пришел к Господу, ты вообще не из христианской семьи, тебе нужно еще научиться, тебе, да не, он говорит, надо же спасать людей, столько деревень, которые вообще не слышали, ну, разрешите мне, они говорят, нет, ты должен поучиться, ты должен слушать, а как учиться, приходи в воскресенье, слушай проповеди, читай Евангелие, они как могли его наставляли, никто таких истин, как я сегодня не рассказывал, но однажды он пришел, и уже братьям надоело, что он ходит, он, видно, так хотел евангелизировать, они говорят, ну ладно, езжай, вот там деревня есть, где-то 20 или 30 километров за городом, поедь туда, и расскажи людям об Иисусе, это называется Евангелие в длину, но он не понимал, он рванул, а длина была не велосипед, не микроавтобус, а пешочком, он пошел пешком, взял, наверное, Библию, идет, и уже начало вечереть, и вдруг, говорит, видит, человек едет на лошади с подводой, с этой телегой, он, и останавливается этот добрый человек, говорит, ну, молодой человек, куда ты идешь? он говорит, вот иду в эту деревню, он говорит, ну, хорошо, я туда еду, садись подвезу, ты уже, наверное, отмахал там километров 10, он сел, и едет, и думает, как же мне начать свидетельствовать или евангелизировать? думал, думал, оно так вечереет, в лесок уже заехали, и вдруг, ни с того, ни сего, мысль его озарила, он говорит, ну, что, милый человек, ты к смерти уже приготовился? Тут, думаю, ничего себе, я его тут взял, подвезти, ну, и недолго, думая, нашел какие-то там, какой-то дубинал, и так с поворотом, чух, как дал, и наш горе-евангелист улетел, очнулся, глаз один не видит, куда дальше, куда дальше евангелизировать? О чем речь? Вернулся в церковь на следующий день, рассказывает всем, так я же, говорит, хотел сказать, что, типа, после смерти надо к Богу, они говорят, типа того, что ты, он не думал об этом, ему не хотелось реальной смерти в темном лесу, поэтому, я вспоминаю это и думаю, действительно, как хорошо, когда мы можем знать, что такое Евангелие длины, и как начинать, и что Евангелие длины это свидетельство, это свидетельство, помните, Иисус сказал, пойди, Он говорит, я пойду за тобой, он говорит, не, 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 вернись куда? Домой, и расскажи, что сделал с тобой Господь, вот это Евангелие длины, если бы он сел на этой телеге и сказал, знаешь, милый человек, как Бог меня спас, какой я был несчастный, какой я был пропащий, и вот еду об этом рассказать вам в село, но я думаю, что он не получил бы этого, этой отмашки, поэтому, слава Богу, за Бога, и за Его Евангелие, амин, за Евангелие свидетельства, это чудесно, потому вы будете мне свидетелями аж до края земли, и я думаю, что это касается не только евангелистов, я еще раз повторяюсь, это касается всех нас, и если ты когда-то поедешь, кому-то засвидетельствуешь, поверь, Господь сделает свое дело, амин, давайте посмотрим, что такое Евангелие высоты, это, не Евангелие ширины, и не Евангелие длины, вы получаете что-то, или уже устали? Я постараюсь, короче, смотрите, Евангелие, давайте откроем 12 главу, посмотрим, 12 главу Евангелия от Луки, здесь очень серьезное место записано, 12 глава Евангелия от Луки, с 3 по 9 стих, смотрите, чтобы вы не сказали, что пастор Сергей что-то придумал, потому что он больше евангелист, нет, смотрите, это сказал Иисус, посему он сказал, 3 стих, посему, что вы сказали в темноте, то услышится где? Во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях, где? На высоте, так Господи, что тебе недостаточно ширины, принятия, длины, а что это за Евангелие на высоте? Послушайте, здесь написано, что это не будет Евангелие свидетельства, это не будет Евангелие принятия, это будет провозглашено. Саша, оставь у себя пока, спасибо. Смотрите, 8 стих говорит, сказываю же вам всякого, кто исповедует меня перед человеками, дальше ниже Иисус говорит, и Сын человеческий исповедует пред ангелами Божьими, и кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими, представляете? То есть, что Иисус сказал? Всякого, то есть, Он назвал то, что будет провозглашаться на кровле, Он назвал это Евангелие исповедания. Запишите, Евангелие высоты, это Евангелие исповедания. И знаете, почему? Если я, Он говорит, всякого, то есть, каждый человек, кто исповедует Иисуса, кто не боится, не стыдится Его слов в этом мире, почему это еще Евангелие высоты? Вопрос не в кровле и не в крыше, а вопрос, что в этот момент, когда ты исповедуешь Иисуса перед людьми, в этот момент Иисус Христос исповедует тебя перед ангелами, а в Матвея написано перед Отцом Небесным. Подари Богу великую славу. Это говорит о том, что если я исповедую Иисуса в парламенте, если я исповедую это в тюрьме, если я это исповедую на улице, я не свидетельствую, я не говорю примите, я говорю покайтесь, потому что есть Бог, судья, который придет. Это делал апостол Павел, который, говорит, будет судить живых и мертвых. Это исповедание. И что бы со мной в жизни не происходило, я четко должен знать, что именно в этот момент, когда я исповедую, извините за эмоции, Иисус исповедует меня перед Отцом Небесным и решает мои проблемы, проблемы моего дома, проблемы моих финансов, проблемы моих детей. Вот где сила. И поэтому сила исповедания, сила исповедания это для моего спасения. Я не знаю от этого исповедания покаются ли там люди, меня это вообще не интересует. Я им сказал, что есть закон, я им сказал преступникам, и если преступник не покаялся, то кровь его останется на его голове, а я спас душу мою. Вот здесь место аплодисментов. Амин. Высокое Евангелие. Церковь должна проповедовать высокое Евангелие. Знаете, мы однажды приехали в одну зону, я все о своем. Приехали, а там места нету, ни в длину, ни в ширину. И замполит говорит, вы можете на крыше барака выставлять аппаратуру и проповедовать Евангелие. Представляете? Вот, что такое Евангелие высоты. Я вам хочу сказать, когда мы это понимаем, где кроется наша сила, наша жизненная энергия и решение наших проблем, мы будем проповедовать Евангелие. Чего бы это нам не стоило. Где бы мы не находились в бизнесе, в политике, в церкви. Мы и наши дети, не только в чем и заключается это служение, мы будем проповедовать Евангелие. Аллалюя. Подари Богу великую славу. Аллалюя. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, что, что будет твердить свое Евангелие, подходим к заключению. Иначе мы должны узнать, видите, высота и глубина это две равнозначные величины. Можно умножить ширину на длину и на высоту. Можно умножить ширину на длину и на глубину. И вы все равно получите объем. но я думаю, что четвертое Евангелие, Евангелие глубины, доктор Ян Гичо назвал это, знаете как, он назвал это четвертое измерение. Это то, что практически мало от нас зависит, но оно существует и оно должно прийти в нашу жизнь. Евангелие глубины. Евангелие глубины. И что же такое Евангелие глубины? Давайте посмотрим, апостол Павел раскрывает это. Поэтому, чтобы утвердить свое слово, Бог, знаете, вот я думал вчера, в самих нас верующих. Кроме того, что мы свидетельствуем этому миру, кроме того, что мы спасаем этот мир, есть еще оказывается Евангелие, которое утверждает Бог в наших собственных сердцах, внутри нас. это Евангелие глубины. И если ты глубоко будешь пропитан Евангелием, то, естественно, твоя жизнь, твоя жизнь, она будет настолько многогранной, как вот этот куб. Вы придите, у кого есть интернет, откройте в гугле куб, и посмотрите, как этот куб вращается, какими гранями он сверкает. Вот такая жизнь должна быть христианина. но внутри куба, когда он вращается там на этой картинке в Викопедии, он там написан, там видно, в нем есть глубина, понимаете? Не просто квадраты, а есть глубина. И вот христианин должен иметь глубокое Евангелие. И Писание объясняет нам, апостол Павел, что такое глубина. Открываем первое послание Коринфянам. Вы должны это себе записать, потому что вы должны это знать. Первая глава Евангелия Коринфянам, ой, послание апостола Павла Коринфянам, первая глава с 18 стиха. Посмотрите, друзья, что апостол Павел здесь говорит. Читаем вместе. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых что? Сила Божья. Скажи, сила Божья. Представьте, Евангелие о кресте это уже, извините, не свидетельство, это уже не принятие, это даже не исповедание, это крест, смерть и кровь. Я еще раз говорю, это крест, смерть и кровь. Это то, что непонятно этому миру, но если для них это юродство, то есть сумасшествие, то для нас спасаемых сила Божья. Итак, запишите, Евангелие глубины это сила, Евангелие это сила Божья. Если мы говорили о сути, то как раз сила это суть Евангелия. Смотрите, почему это написано к нам, почему это написано именно к верующим. 21 стих говорит, «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в пребудности Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти». Там написано кого спасти? Верующих. Спасти верующих. Вторая глава говорит, апостол Павел говорит, и слово мое, и проповедь моя не в убудительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и Силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Представляете, вы увидели грани, да? Это так, если сегодня посмотреть, Иисус сказал, идите и проповедуйте Евангелие. Казалось бы, так просто. Но когда ты знаешь эти грани, ты знаешь, что Бог стоит за каждой из этих грани. Возьми Евангелие принятия, это сила. Возьми Евангелие свидетельства, это сила. Возьми Евангелие исповедания, это сила. Возьми наконец весть о кресте, о смерти, о крови. Я не буду зачитывать, но знаете, в греческом переводе коснусь немножко свидетельства, слово свидетель используется только со значением того человека, который свидетельствует на суде. И у него было беспрекословное доверие. Если он свидетельствовал на суде, то суд ему верил. Написано, что они победили дьявола. Чем? Словом свидетельства своего, как та женщина, которая побежала в Самарию, и кровью агнца. Это говорит о том, что Бог чтит каждую грань Евангелия. Но Он говорит, что совершенство приходит в силе. Говорит, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Когда ты наполнен глубиной Евангелия, приходишь и проповедуешь, Бог дает тебе неограниченную власть. Он дает тебе силу, которая идет из чрева. Потекут реки воды живой. Давайте подойдем к финалу. Смотрите. Второе Коринфянам я прочитаю. Скоро мы будем заканчивать. Я понимаю, но я хочу, чтобы мы услышали финал. Что же такое объем? Четвертая глава очень хорошо апостол Павел говорит, почему я говорю о глубине и почему эта глубина должна быть в каждом из верующих. Посему, имея по милости первого стиха, по милости Божьей такое служение, мы не унываем. Смотрите, третий стих говорит, если же закрыто благовествование наше, о чем идет речь? О проповеди Ивана, правильно? То есть некоторые люди сталкиваются с тем, что благовествование не принимается какими-то неверующими родственниками, какими-то людьми, какой-то аудиторией. Послушайте, апостол говорит, если закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Мы должны это знать. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ невидимый. И седьмой стих говорит, слушайте меня внимательно, пятый сказал он, ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. И седьмой стих говорит, но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Аллилуйя. Где мы носим? В глиняных сосудах, где? Внутри. Итак, Евангелие силы находится внутри. И ты не знаешь, когда оно сработает. Ты можешь чувствовать себя разбитым, усталым сказать, ну сколько можно слышать это, сколько можно об этом говорить, я уже проповедовал, они не слушают. Апостол Павел говорит, послушай, но это только для одной цели, чтобы ты себе ничего не приписал, чтобы это была слава вся была не твоему глиняному горшку, а тому, что внутри этого горшка. Однажды мы возвращались в Латвию, в Тверской области, это было уже. Просто выкручены все, выжатые как лимон от евангелизации. Проехав 10 тысяч километров по тюрьмам, мы ехали и нам сказали, там есть одна тюрьма в Тверской области, вы будете ехать в Латвию, она небольшая, там 500 человек, и было такое искушение проехать эту тюрьму. Я вам рассказываю то, что я пережил. Когда ты проповедовал в 25 колониях, у тебя уже нет силы для 26-й, тем более ты едешь домой, тебе хочется отдохнуть, ты уже все, и не только ты, команда вся, зайти, выйти, спаковаться, я не хочу об этом говорить, мы, и мы, даже была дискуссия проехать, поехать в следующем году, сделать ее первой колонии, или все-таки заехать, и вы знаете, как-то, вот не дал нам Бог, мы спешили на конференцию, должна была конференция наша быть в июле, мы спешили на конференцию, народ говорил, нам надо успеть на первый день открытия конференции, я говорю, мы все-таки заедем, это была пятница, когда мы подъехали автобусами к этой тюрьме, там было написано ЛУ, ЛИУ, ЛИУ, 58, я спросил, это что за колония, это лечебное учреждение, это наркозона, когда вышел замполит и сказал, уважаемые, мы понимаем, что мы вас должны принять, потому что у нас есть приказ сверху, но вы знаете, куда вы приехали? Это наркозона, он мне говорит, вы вообще что-то знаете о наркотиках? Я говорю, ничего не знаю, он на меня посмотрел, думаю, что ж ты сюда приехал? Я вспомнил, как Бог, посылая меня в тюрьму, сказал, я пошлю тебя к алкоголикам, к наркоманам и к убийцам, вот алкоголика еще как-то понимал, убийца тоже, вот наркотики не понимал вообще, он говорит, здесь их 500 человек, но мы можем вам собрать, человек 300. Мы говорим, нет, мы все равно пойдем. Он говорит, хорошо, но они, говорит, половина из них не раскумаренных. Я тоже не понимал, что это такое. У меня опыта не было. Я говорю, мы пойдем. Собрали нас в какой-то столовке, столовка такая была, они за столами, там, и когда группа зашла, вот я сидел в автобусе и думал, Господи, пожалуйста, выручи меня, потому что у меня нет слова. я не могу ничего придумывать, я не могу что-то им рассказывать, мне надо слово твое. Я не хочу проехать, я не хочу не исполнить то поручение, которое ты мне дал, но я не знаю, что им говорить. Ты всегда давал слово, в каждой колонии было слово для определенного контингента. И знаете, я сидел один в автобусе, потому что мне нужно было как-то помолиться. Народ расставлял аппаратуру, я еще не видел ни этого зала, ничего. И вдруг Дух Святой проговорил ко мне, говорит, найди кассету в Артемии. Я посмотрел, ну, представляете, это чудо, я не знал, кто какие кассеты возит в автобусе. Я пошел там по шухлядкам, смотрю, нашел в Артемии кассету, я ее взял в карман. Сам не понимая, повинуясь Богу, который говорил мне это изнутри. У тебя остался один глиняный горшок, и ты об этом горшке думаешь, но Бог думает о том, что внутри. И дает тебе идею. Я захожу, вы бы видели этот зал. Ползала сидит вот так, на столах. Вдруг на первый ряд пришли какие-то такие накачки, человек восемь. Один из них мои очки отдыхает. У него была золотая оправа в очках. Он сел и начал смотреть мне в глаза. А я сказал, здравствуйте, уважаемые, мы вот с России едем в Ригу. По пути заехали к вам. Это никакой реакции. Я говорю, мы хотим вам спеть сначала, а потом кое-что рассказать. Вот просто никакой реакции. потом наша группа устроила там харизматический тарарам. Вот знаете, а звук как в тазике. Что там оператор не делал, ничего. Я смотрю, они даже вот этот тарарам не разбудил тех, кто спал на последних рядах. Им вообще неинтересно было. Я вот не знаю силу наркотиков, но знаете, что я в тот вечер узнал? силу Евангелия. Силу Евангелия, которая находится в глубине. И когда я уже заходил, Бог мне дал слово. Он сказал, ты будешь проповедовать о том, который лежал в расслабленном состоянии у ворот Вефезды. 28 лет там лежал. Я думаю, здесь? Да-да, вот здесь будешь проповедовать об этом. Когда все это прозвучало минут 40, я смотрю, каждая песня в молоко, нет никакого эффекта. Эти уже смотрю, вот эти, которые, они были совершенно трезвые и умные люди. И видно, они не за употребление наркотиков сидели, а за хорошо организованный бизнес. Они себя там неплохо чувствовали. И они уже начали ерзаться на стуле и пытаться как-то смотреть, ну, куда уйти. там было пару офицеров и видно, они решили дослушать до конца. Я понял, что надо прекращать. Я сказал, все, больше петь не будем там лидеру прославления. Подошел к оператору, говорю, вот тебе кассетка. Он говорит, что это за кассетка, Николай? Я говорю, это в Артемей. Что делать надо? Постал. Он говорит, как? Я говорю, поставь с самого начала, когда я тебя махну. Закончилось этот тарарам в этом тазике, тишина такая, и вдруг в колонках параллельные меры. Существуют ли они на самом деле? Зазвучал голос пастора Алексея. Знаете, это был эффект разорвавшейся бомбы. Вдруг все, кто спал на столах, очнулись. Они не понимали, кто это говорит, никого нет на сцене. Они подумали, что это Господь Бог спустился с небес. Аллелуя! Дальше было больше. Говорит, пастор продолжает, и они начинают они крутили головами, пока до них дошло, что все идет с динамиком. Говорит, у кого-то Кристины, у кого-то именины. Тяжело признаться, меня давно никто не ждет. Вы знаете, мы что-то такое пережили там. И потом зазвучала эта песня, стою у дороги, несчастный слепец. после этого, знаете, Бог так помазал, Бог дал такую силу. Они были все во внимании. Я сказал, вам только надо ответить на один вопрос, хочешь ли ты быть здоров? Этот человек, который пришел, а он ему говорит, не имею людей, которые бы отнесли меня туда, вы помните эту проповедь? Но у Иисуса была сила сказать ему, встань, возьми постель свою и иди. Вы знаете, из трехсот присутствующих сила Божья вытащила туда девяносто семь человек. Подари Богу великую славу. Первыми, кто туда пришел, это был весь первый ряд. Все вот эти пришли, я не знал, они крутые были. Когда они пришли, поднялись еще люди, тоже пришли. Вы знаете, когда я смотрел на этого человека в золотых очках, он был вспотевший, сильнее, чем я сегодня. У него под градом катился, я не знал, что с ним происходило. Я говорю, послушайте, уважаемые, тот Иисус, который поднял этого человека, который сказал, хочешь ли быть здоров, он сегодня здесь, спрашивает вас, хотите ли вы быть здоровы. Меня не интересует, что это лечебное учреждение, вас никто от наркотиков не вылечит. Говорю, теперь, посмотрите мне в глаза и потом их закройте и помолитесь так, Отец Небесный, я сегодня прихожу к тебе во имя Иисуса Христа. Вы знаете, они повторяли, первые слова давались таким трудом, но по мере того, как они говорили, Господь, я сегодня говорю тебе, что я хочу быть здоров, что я принимаю тебя как личного спасителя, знаете, помазание сходило на них. Когда они открыли глаза, это были совершенно другие люди. это не нам приписываемо, это силе Божьей. когда все стали выносить аппаратуры, этот в золотых очках подходит ко мне и говорит, подходит ко мне с ним охранники, а я понял, что это его были охранники. Он подходит и говорит, Серега, я хочу тебе от имени всей зоны сказать спасибо. Потом оказалось, что это их авторитет, хозяин паханых или как, я не знаю, но он был там авторитет. И когда мы уехали, подъезжали границы, я сказал, ребята, вы представляете, что сейчас происходит в этой зоне? Те, которые 200 вернулись, им 300 сказали, что 100 уже приняли, а вы что? И наш авторитет приняли самого главного авторитета, имя которому Иисус Христос. имя которому Иисус Христос. Аллелуя. Объемное Евангелие. Заканчивая, я хочу сказать, давайте посмотрим последнее место Священного Писания. Это Откровение 14 глава, 6 стих. Я вам хочу сказать, кто бы как бы не прятался, я вам хочу сказать, друзья, Бог накроет Евангелием, объемным Евангелием всю Вселенную. И люди никуда не смогут спрятаться, потому что это видел еще Иоанн, в Откровении он провозгласил, это 14 глава, 6 стих, и увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, дабы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Представьте, где летел ангел? Он летел в объеме, он не просто на высоте, он летел в объеме во всей Вселенной, над всеми народами и имел в руках то вечное Евангелие, о котором мы сегодня говорим. Он уже умножил ширину на длину, он уже умножил на высоту и на глубину, он говорил, я лечу, чтобы накрыть Евангелие всю Вселенную, все народы, все колена и все языки, во имя Иисуса подари Богу великую славу. Аллилуйя! Аллилуйя! И 19 глава Откровение говорит, заключая, послушайте, друзья, Евангелие силы. И увидел я отверстие неба, Иоанн говорит, и вот конь белый и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. 19 глава с 11 стиха. Очень у него как пламень огненный и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. 13 стих говорит, он был обличен в одежду обогренную кровью. Имя ему Слово Божье. Подари Богу великую славу. В этом формате это Слово Божье. И там есть суть, и оно обогрено кровью. Теперь вот перед тем, как мы будем молиться, подумаем о том, что Иисус пришел не просто спасти, а Иисус пришел свое Евангелие обогреть своей собственной кровью. Знаете, и никто не может, приняв это Евангелие, обогренное кровью, не стать христианином, не иметь вечной жизни, то ли по свидетельству, то ли по принятию, то ли по исповеданию, то ли по силе Божьей. Подари Богу великую славу. Аллалюя. Я думаю, что-то мы сегодня приобрели, и я хотел бы перед тем, как мы будем молиться, спросить, может быть, у нас есть люди, которые никогда не принимали Иисуса Христа своим личным спасителем. Может быть, вы первый раз, а может быть, вы ходили, молились. Знаете, многие сегодня есть люди, считают себя верующими, но они никогда не произносили эту молитву принятия Иисуса Христа своим личным спасителем. Мы говорим, что Евангелие начинается с принятия. Чтобы дальше ты возрастал, чтобы ты мог свидетельствовать и исповедовать и иметь силу, ты должен принять. Есть такие люди? Я хочу видеть вашу руку. Кто-то есть в этом зале? Молодежь? Кто-то, может, принял решение сегодня все-таки посвятить свою жизнь Иисусу Христу, проповедовать Евангелие? Я хочу видеть ваши руки, молодежь. Может быть, ты принимал, но ты устал, или ты упал, или ты вообще замерз. Бог тебя призывает. Этот мир ждет Евангелие. Давайте встанем. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за слово Твое, которое обогрен на Твоей крови, Иисус. Я прошу Тебя благослови церковь Твою, благослови новое поколение, благослови молодежь, благослови дома. Пусть имя Твое святится в нашем сердце. Пусть оно будет наполнено Словом Божьим. Бог, мы нуждаемся в Тебе. Мы хотим не только быть слышателями, мы хотим быть делателями, мы хотим проповедовать объемное Евангелие, чтобы люди в нашем городе спасались во имя Иисуса Христа, чтобы люди спасались в политике, чтобы люди спасались в бизнесе. Бог, наполни свою церковь желанием евангелизировать, распространять Слово Твое по городам и селениям в Латвии, в городах, на хуторах. Пусть сила Твоего Евангелия пройдет туда. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за сегодняшнее служение. Благодарим Тебя за помазание и за Твое объемное Евангелие. И весь народ Божий сказал Амин. Подари Богу. Аминь. 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 Продолжение следует...